Привет, ребят! С вами Полина Червова, и я очень рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих с Полиной Червовой». Сегодня в этом ролике мы с вами будем разбирать отрывок из фильма «Notting Hill». Очень романтичный фильм, очень красивый, я думаю, что все его смотрели. Если нет, то после сегодняшнего разбора обязательно посмотрите. Он очень классный, и там достаточно простой английский. Поэтому вы сможете все понять, даже если у вас уровень, ну, примерно, pre-intermediate. Итак, как мы будем работать? Я буду объяснять вам все слова и выражения из этого фильма, составлять с ними примеры и объяснять, как их можно использовать в жизни. Обязательно возьмите тетрадку и записывайте некоторые слова и выражения, которые вы хотите запомнить, так работа будет намного продуктивнее. Давайте переходить уже к видео. Давайте поставьте лайком и вырезать лайк-скосезар office. А можно услышать лайком и показать? Мы бы просто берет, но nữa ни не менее. Давайте продолжаемся! Итак, я должен, наверное, начать. Фильм отличный, но я просто хотела узнать, задумывались ли вы о том, что стоило везти в него больше лошадей? Ну, мы бы с удовольствием, но это было очевидно, непросто. Действия Хильма происходят в космосе. В космосе, да, тогда сложновато. Давайте разберем выражение. Начинать говорить, то есть это разговорное выражение, которое переводится как начать что-то вещать. Например, давай, начинай. Или начинаем мы все во внимании. Замечательно, великолепно, отлично. Так же переводится как великий. Это потрясающе. Или какая прекрасная идея, как здорово придумано. Я просто думал, мне просто было интересно. Например, Мне просто было интересно, почему вы рано пришли. Whether это союз, который используется в косвенной речи, чтобы вести общий вопрос, требующий ответа просто да или нет. Также мы можем его переводить как ли, то есть так же, как и союз if, но whether более формальный вариант. Например, Он спросил, сможет ли он помочь. Или Мы обсуждали, должны ли мы закрыть магазин. I don't know whether she is here. Я не знаю, здесь ли она. То есть, видите, whether в начале предложения это ли в середине русского. I don't know whether she is here. То есть, я не знаю, здесь ли она. Следующее классное слово obviously. Ясно, очевидно, понятно. You are obviously still in love with Tom. Ты явно по-прежнему любишь Тома, а ты все еще влюблена в него. You are obviously too busy. Вы, очевидно, крайне заняты, слишком заняты. Space, right? Yeah. You are obviously very difficult. В космосе, да. Тогда сложновато. You don't know what came over me, and I just wanted to make sure that you were fine about it. Yeah, yeah. Yeah. Absolutely fine. I'm so sorry. I arrived outside. They thrust this thing into my hand. Простите, я пришел. Мне сунули это в руки. То есть, имеется в виду папку. No, it is my fault. I thought this would all be over by now. Не, это я виновата. Я думала, что уже закончится к этому времени. I just wanted to sort of apologize for the kissing thing. Я просто хотела вроде как извиниться за тот поцелуй. I seriously don't understand what came over me. Я серьезно не знаю, что на меня нашло. And I just wanted to make sure that you were fine about it. Я лишь хотела убедиться, что вы все в порядке, что вы не против. Yeah. Yeah, obviously fine. Да-да, в полном порядке. To thrust, пихать, засовывать. I thrust my hand into my pocket. Я сунул руку в карман. Или she thrust a letter into my hand. Она сунула письмо мне в руку. It is my fault. Это моя вина. То есть, это я виноват. I'm very sorry. It is my fault. Я очень извиняюсь, это полностью моя вина. To be over. Это окончится, завершится. Помните, когда мы играли в компьютерные игры, в конце было The game is over. То есть, игра окончена. The lesson is over. Урок окончен. То есть, когда какое-то действие окончилось. By now. Это к настоящему времени. Предлог by переводится как к какому-то времени или не позднее какого-то времени. The kids are supposed to be in bed by now. В это время детям уже положено лечь спать. То есть, быть в постели. Sort of. Как бы, вроде как. I sort of like him. Он мне вроде как нравится. Следующее классное слово. Серьезно, всерьез. I think you are seriously mistaken. По-моему, ты серьезно ошибаешься. Или I'm seriously considering moving to France. Я всерьез решил перебраться во Францию. То есть, я задумываюсь над переездом во Францию. Рассматриваю переезд. To come over или upon. Охватывать кого-либо. Fear came upon him as he entered the empty house. Когда он зашел в пустой дом, его охватил страх. Или мы можем спросить. What's come over here? Что на нее нашло? То есть, за что с ней такое? To make sure. Удостовериться, убедиться. I wanted to make sure you were alright. Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Make sure you keep warm. Смотри, не замерзни. То есть, убедись, что тебе тепло. Что ты, грубо говоря, сохраняешь тепло. To be fine about. Не возвращать. Не иметь ничего против, хорошо относиться к чему-то. Например, they were fine about it. Они отреагировали хорошо. То есть, они нормально к этому относятся. Что случилось? Что случилось? Что случилось? ...変ену свою личность. Потому что... ... ты можешь сделать это в мечтах. И... ...другой... ...другой... ...потянулся... ...другой... ...другой. это так странно? Такие вещи происходят скорее в снах, а не в реальной жизни. Разумеется, в приятных снах. На самом деле, это сон видеть тебя снова. А что будет в этом сне дальше? Я полагаю, во сне, в сценарии сна, я стану кем-то другим, ведь в снах такое возможно. Пойду и поцелую девушку. Complete – это полный. В моей жизни полный бардак. То есть, complete – полный. Но также можно сказать, что наоборот, моя жизнь стала полной с тобой в позитивном смысле. То есть, это слово можно использовать и в негативных, и в позитивных смыслах и предложениях. Complete moron – полный идиот. I feel like a complete moron. Я чувствую себя полным идиотом. I apologize. Я прошу прощения, извините, пожалуйста. Такой достаточно формальный способ извиниться. I apologize for losing my temper. Прошу прощения за то, что сорвался. To lose one's temper. То есть, my temper, your temper. Это когда мы теряем самообладание. Weird – странный, причудливый. What a weird idea. Что за странная, нелепая идея, мысль. In fact, в действительности, на самом деле. He is not joking. In fact, he is that serious. Он не шутит. На самом деле, он чертовски серьезен. I suppose. Я полагаю. I suppose you are right. Полагаю, что вы правы. Personality – личность, индивидуальность. He has lots of personality. Он обладает яркой индивидуальности. To walk over – подойти. Walk over to the mirror and take a look at yourself. Подойди к зеркалу и взгляни на себя. Я надеюсь, что видео вам понравилось и что вы сегодня продуктивно позанимались. Пожалуйста, напишите в комментариях пять слов и выражений, которые вы хотите запомнить. И будет здорово, если вы еще составите с ними примеры, а я обязательно проверю и дам вам обратную связь. Обязательно приходите на мои открытые уроки, которые я провожу раз в две недели. Это онлайн-вебинары. Они совершенно бесплатные. И на этих вебинарах я объясняю сложные темы простыми словами. Потому что у меня есть обеспособность объяснять все сложные правила очень простыми словами. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики, которые выходят в понедельник и в четверг. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что в инстаграме у меня тоже есть короткие разборы фильмов, которых нет на ютуб. Также я туда публикую интересные статьи, снимаю сторис на английском. Что еще там делаю? Провожу бесплатные курсы, поэтому подписывайтесь в инстаграме, у нас активно брали жизнь. Ссылку на мой инстаграм и на сайт, где вы сможете зарегистрироваться на бесплатный урок, я оставлю в комментариях под этим видео. Обязательно переходите. Что ты такая злая? Желаю вам классного дня и отличного настроения. Пока! Пока! Пока!